Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты с самого нашего рождения хотел изменить нашу жизнь. Мы родились рабами греха, мы родились зараженными грехом людьми, как самой страшной болезнью в этой жизни, в этом мире. И Ты положил конец этому рабству греха в жизни многих из нас, кто сейчас присутствует в этом зале. Мы за это благодарим Тебя, славим Тебя, наш Бог. И благодарим Тебя за то, что начав в нас доброе дело, изменение, Ты продолжаешь это делать и будешь продолжать до тех пор, пока не придет Христос и не заберет нас с этой земли, или мы не уйдем в вечность навстречу с нашим Господом. Благодарим Тебя, Господь, за Твою верность, за Твою щедрость, за Твою непостижимую любовь к нам. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшнюю проповедь я назвал «Слово и наша жизнь». И назвал ее неспростра, потому что мы сегодня будем говорить о Слове. О Слове можно говорить очень много, о Слове, о силе его, о влиянии, предназначении. Но мы сегодня будем говорить о природе Слова. Как вообще Слово появилось вообще в нашем понимании, откуда Слово пришло в нашу жизнь. Сейчас абсолютно ничего не понятно, мне нужно об этом проповедовать. Я имею честь представить Ирину, которая стоит рядом со мной. Ирина является особенным человеком. У нее есть особенная способность. Она умеет говорить на языке жестов для того, чтобы люди, которые не слышат, могли понимать, о чем идет речь. И мы хотим сделать, как церковь, такой некоторый шаг по отношению к глухим людям. И мы посмотрим, с чего это начинание начнется, как это все будет. Да, Женя, что нужно сделать? А, все слышно хорошо. Женя, спасибо большое. Мы посмотрим, какое будет продолжение этому начинанию. Но мы очень хотим, чтобы руководство нашей церкви подумало о сурдопереводе для наших проповедей, о том, чтобы команда богослужения подумала. И, возможно, Ирина сегодня стоит здесь в последний раз. И в следующий раз она будет в особенном месте, куда, возможно, будут приходить люди, которые не слышат. Она будет для них там переводить. Возможно, она будет с нашим переводчиком, где на английский язык переводят переводчики. Но сегодня она со мной рядом. Для того, чтобы мы могли как-то почувствовать этот мир. Мир людей, не слышащих. Они есть в нашей стране. Мы не знаем точное количество не слышащих людей. Реально нет официальной статистики. Но мы знаем, что в Киеве более 40 тысяч не слышащих людей. И когда они заходят на медиаресурсы разных церквей, они не понимают ничего из того, что проповедуется. Другими словами, они живут в изоляции. В изоляции в том числе и от Слова Божьего, и Евангелия они не слышат, и духовно возрастать не могут тех, кому Бог дал рождение свыше, и кто является Его детьми. Поэтому мы надеемся, что это будет иметь продолжение. Ирина, спасибо огромное, что согласились служить нам. Спасибо. Итак, слово и наша жизнь. Бог существовал всегда. У Бога не было начала. Бог является создателем всего существующего. Нашей Вселенной, границ которой мы не знаем. Нашей галактики, которую сейчас исследует космический телескоп Хаббл. Мы знаем очень хорошо нашу солнечную систему. Мы очень хорошо уже знаем нашу планету. И мы знаем достаточно много о человеке. Это все сотворил Бог, который существовал до начала творения. И Бог, когда мы говорим Бог, мы подразумеваем троицу. Это Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Это один Бог в трех лицах. Он является создателем. И мы знаем, что у Бога в Троице есть общение. В Троице есть общение. И вот здесь интересно, какое это общение. Посредством чего они общались. Что они использовали для того, чтобы общаться между Отцом, Сыном и Святым Духом. И Бог нам немного приоткрывает свою природу или свой мир. Он позволяет нам заглянуть в щелку его мира. Что там происходит, как они общаются, а между ними есть общение. Какое это общение? Это мысленное общение? Или это общение, когда они смотрят друг на друга и абсолютно ясно понимают, что чувствует, думает представитель Троицы? Или у них есть другие средства коммуникации? Написано в Писании так. И сказал Бог. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Этот текст говорит о том, что Бог один, но о себе он говорит, что мы, множественное число, мы сотворим. В одном псалме написаны удивительные слова именно на эту тему. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, пока положу врагов твоих в подножье ног твоих». Кто автор этого псалма, этих слов? Давид. И Давид говорит, сказал Господь, Господь Бог, Создатель, Господу моему. Он говорит о своем Спасителе. Он говорит о Боге. Давид, исполненный Духом Святым, мудростью от Бога, передает нам атмосферу, которая присутствует между Отцом и Сыном, Спасителем. Между ними и есть диалог. Более того, это конкретные слова. «Сиди, одеснуй по правую сторону от меня, пока положу врагов твоих в подножье ног твоих». Бог сотворил человека с очень конкретной целью. Это очень важно понимать. Бог сотворил тебя, меня, всех нас и все человечество для общения. Общение с собой, и чтобы мы общались друг с другом. Послушайте, Бог сотворил человека с конкретной целью. Чтобы мы разговаривали, общались. Кто-то сейчас, ну давай, давай, дальше, все понятно. Ну это ж всем известно. Я думаю, что эта тема несколько, ну скажем так, преуменьшаема нами. Мы где-то ее оставляем на задворках. Ну, например, мы очень ясно осознаем, что наше предназначение в этой жизни что-то сделать, что-то совершить, какое-то дело. Ну, например, применить особенным образом свои дары, не прожить жизнь напрасно. Вот если у меня есть успех в карьере или в каком-то служении, или я приношу пользу обществу, я не трачу свою жизнь напрасно. А если ты общаешься, ты тратишь свою жизнь напрасно? Именно это твое предназначение. Слово — это воплощение мысли. Я буду еще это повторять. Слово — это воплощение мысли. Мы о чем-то думаем, и потом эту мысль мы рождаем нашими голосовыми связками и всем нашим звуковым аппаратом, который находится в нашей ротовой полости. Рождаем это, воплощаем это в слова. Или берем ручку и записываем. Или берем гаджет и печатаем. То есть мы материализуем нашу мысль. Бог еще до создания Вселенной этим занимался. Он воплощал, он материализовал то, о чем он думал. И это было в Троице. Кстати говоря, творение — это тоже средство коммуникации. Бог задумал человечество. Вот все до меньшайшей подробности задумал. И воплотил это. Материализовал это. Итак, Бог сотворил человека для общения с собой и другими людьми. Это наше предназначение. Каким Бог сотворил человека? С какими способностями коммуникации? Мы уже это отметили. Как Адам общался со своей женой? На уровне мысли он с ней общался? Или на уровне слов он с ней общался? Если вы помните, когда Бог сотворил Еву, пока Адам спал, Бог делал хирургическую операцию, взял его ребро, открыл ему плоть, взял ребро, зашил это все. Никаких шрамов, наверное, не было, возможно. И создает женщину. И приводит к нему жену. И он видит ее, и у него рождаются чувства. Он в восторге. Он восхищен. До этого все, что он видел, — это животные, которым он давал имена. И он пытался среди них найти подобного себе. И там у него не было песни. Он не воспевал эту песню. Он не говорил никаких слов. А здесь появляется она. Он смотрит на нее, и он говорит поэтической форме, выражает свой восторг. И говорит то, что он сказал на нашем языке. Это очень странно. Вот кости от кости моей, плоти от плоти моей. Но на армейском это звучит прекрасно. Это восхваление, это восхищение, это восторг. И кто слышит эти слова? Эти слова слышит Ева. Она слышит, что ей рады. Он не просто стоял. О чем он думает сейчас? Ну, скажи что-нибудь. И вот он говорит. И они так продолжали общаться. Ева разговаривала с ним. Если бы Ева только думала о том, чтобы Адам съел плот вместе с ней, может быть, он и не съел бы его. Но она поговорила с ним так, что он съел этот плот. Как Бог общался с Адамом? Вы помните? В Адамском саду словами прохладно, во время жары приходит Бог в сад незримо. Он есть дух, его не видно, но его слышно. Это очень четкие слова. Адам, где ты? Адам говорит, я услышал голос твой, слова твои и спрятался. Не ел ли ты от дерева? И Адам ему отвечает. Как они общаются? Словами. Мог ли Бог общаться с ним посредством внушения? Мог. У Адама, Адам мог быть сотворен таким образом, чтобы Бог о чем-то думает, и Адам считывает эти мысли, и никаких звуков не звучит. Никаких звучаний. Нет, Бог так не создал разговор. И Бог не ожидал, чтобы Адам читал его мысли. Бог ожидал, чтобы он слушал его слова. Мы очень часто с вами хотим, чтобы люди читали наши мысли. Мой отец воспитывал меня таким образом. Он смотрел на меня очень строго, и я должен был что-то из этого понять. Потом он меня наказывал и говорил, я же тебе говорил. Я спрашивал, когда? Тебе недостаточно было моего взгляда? Нет. Если я в следующий раз на тебя посмотрю, ты все должен понимать. Это были муки. Просто мучительно. Как Бог общался с представителями древнего мира? Например, с Каином. Он с ним говорил словами. И так четко и ясно, что выкрутиться было невозможно. Каин, где твой брат? Я не сторож моему брату. Вот кровь брата твоего кричит ко мне. А Каин отвечает. Все четко и ясно. Все понятно. Как Бог общался с представителями древнего мира? Например, с Ноем. Представьте себе, если бы Бог дал Ною видение. В видении Он дает ему ковчег. И после этого, говорит, построи этот ковчег. Оболочка, что внутри, как, куда, нет. Нет. Бог разговаривает с Ноем очень четко. Он ему объясняет архитектурный план проекта строительства. Из какого дерева, какой высоты, ширины, четко, сколько должно быть дверей, окон, размеры. Полный инструктаж. Только бери и записывай. Сто процентов, что Ной так и сделал. Скорее всего, он записал на своем языке своими средствами, которые были тогда, чтобы не потерять все, что ему говорится в инструктаже. Это был инструктаж. Это было предписание. Как Бог общался с древним миром в лице Авраама? Словами. Авраам его слышал. Авраам ему отвечал. И Бог ему отвечал в ответ. С Исааком. Словами. С Иаковом. Словами. Были ли в жизни Иакова видения? Были. Например, он спит, просыпается и видит лестницу. Лестницу в небо. И ангелы с нее спускаются и поднимаются. И он ничего не понял. Он понял только какую-то часть. Это восхитительно. Бог на этом месте. Это все, что он понял. Почему они ходят? Почему они? Должен он идти по этой лестнице вместе с ангелами? Должен оставаться там, где он едет? Ничего не понятно. Но Бог разговаривал с Иаковом словами. Там, где нужно было выполнить ожидание Бога и четко выполнить сказанное Богом. Иов. Его жизненная ситуация была невероятно сложная. И Бог долго молчал. И Иов не понимал, что происходит. Но как только Бог заговорил, все стало четко, ясно и понятно. Это были муки. Обстоятельства. Что я должен через эти обстоятельства понимать? Я гнию. Мои дети погибли. Все, что у меня было, украли. Я сгниваю. Сидится, скабливает в себя гниющие от проказы черепком раны, гниль. Что я должен понять? Я ничего не понимаю. Друзья пришли и сказали, мы понимаем. Ты страдаешь, потому что ты согрешил. Где ты согрешил? И все они были неправы в интерпретации. Пока Бог не заговорил, пока Бог не проговорил, Иов ничего не понимал. Он запутывался. Но когда Бог сказал, Иов признал эту реальность. Все стало ясно, все стало понятно. Иов прославил Бога. Как Бог руководил воплощением грандиозных проектов при участии людей. Грандиозные в мировых масштабах. То есть такие глобальные проекты, когда задействовано много людей. Например, Моисей. Выход из Египта. Бог четко разговаривал, давал инструктаж. В этом открывается сущность Бога, Его замысел. Если ты хочешь, человек, чтобы кто-то что-то сделал, объясни ему это, разъясни ему это. Поговори с ним, пообщайся. Как бы нам хотелось, чтобы люди читали наши мысли. Чтобы люди просто... Мы чуть-чуть сказали, а они много сделали. Мы мало объяснили, а они много поняли. Это касается всех. И родителей, и детей, и работодателей, и работников, которые работают на начальников. Нет, Бог так не выводил Израиль из Египта. И Моисей не ставил в ситуацию, когда Моисей не понимал, что делать. Дал большую задачу, много разъяснил. И пояснял, и был в диалоге, как Бог давал закон. Он очень четко его давал. Он говорил, запиши. Или писал сам своим перстом на камниных скрижалях. Бог не ленился объяснять, Бог не ленился зафиксировать, сформулировать, поставить в условия, где закон мог бы быть записан, сохранен. Иисус Навин, ему была дана невероятная задача. Он был воспитанником Моисея. И ему Бог говорит, ты изгонишь десять народов из земли. И введешь туда мой народ. И он поселится в их городах, в их селах, в их домах. Будет управлять их скотом, их имуществом. Там народы сильные, там есть трехметровой высоты мужчины, вооруженные воины. Но ты сделаешь это, и я тебе расскажу, как ты это сделаешь. Вспомните завоевание Иерихона. Бог не сказал, завоюй Иерихон, и все. Четкая инструкция, как это нужно сделать. Он говорит, объясняет, видит сомнения, видит нерешительность, не сердится, не раздражается, объясняет вновь, воодушевляет. Они четко выполняют его инструкции, и невероятная победа. Земля освобождена для народа израильского. И по сей день они там живут. Как Бог воспитывал свой народ на протяжении веков? Как защищал? Он делал это через судей. Гедеон, Самсон и другие судьи. Он делал это через пророков. Еремия, Исайя, Амос, большие, малые пророки. А как судьи и пророки получали наставление от Бога? Откуда они знали то, что знали? То, что передавали народу, и это должно было защищать народ, исправлять народ? Через слова. Бог им говорил четко и ясно. Они это записывали или пересказывали в точности. И это работало. Важно заметить, что Бог имел и другие средства для общения с людьми. Он был не ограничен только словами. Например, Бог говорил с людьми через сны. Такие очень непонятные, очень странные. Но они достигали своей цели. Бог говорил через жребий. Самсон, помните, говорил? Давай так, Господь. Мне нужно знать Твою волю. Я постелю шерсть. Если она будет мокрая утром, значит, это я буду делать. Если она будет сухая, я буду это делать. И Бог посылал росу. Или ее отсутствие. Бог в видениях являлся. Исайя, 6 глава. Бог являлся в знамениях. Какие-то особые явные, явные знаки. Например, Моисей видит горящий куст. Это знамение, это знак, это что-то впечатляющее. Он подходит к нему. И что он должен понять? Он должен понять, что он должен пойти в Египет и оттуда вывести народ, который уже сотни лет в рабстве. А еще он должен понять, как разговаривать со старейшинами, которые будут сомневаться, то, что Моисей от Бога. И многое другое. Как с фараоном разговаривать? Как это понять из этого горящего куста? Никак. И Бог заговорил словами. Куст, как знамение, выполнил свою роль, но слова не заменят никакой куст. Бог разговаривал через Урим и Тумим. Это два камня на щитке у первосвященника. Это были особенные камни, которые Бог употреблял, чтобы сообщать свою волю и давать определенные знания. Бог говорил через обстоятельства. Как мы уже говорили сегодня, это обстоятельство, вывод народа израильского из Египта. Это пленение в Вавилоне. Или 400 лет молчания перед приходом Иоанна Крестителя. Это обстоятельства, через которые Бог говорит. Но понять эти обстоятельства можно по-разному. И очень неточно. Слова — это незаменимое средство ничем. Доминирующая форма общения Бога с человеком — это выражение мысли в словах. Бог о чем-то думает, и Он не ленится говорить, и говорить достаточно, чтобы Его понимали. Конечно, важно отметить, что особенным образом, с особой силой, с особым влиянием, Бог говорил или Бог открыл себя человечеству в Иисусе Христе. Иисус Христос — живое Слово. Иисус Христос — выражение Бога. Не только мыслей, но и Его качеств характера. Иисус Христос — это Слово. Так Бог в Библии называет Иисуса Христа, Своего Сына Возлюбленного. Иисус о Себе говорит, что Он — выражение Бога Отца. Авторы новозаветных посланий называют Иисуса Словом. Вы знаете, что Господь Иисус Христос на данный момент находится в обогренной одежде красного цвета. Отдельное объяснение, почему она красного цвета. Но Он садится на белого коня. И у Него есть меч. Это Слово. И этот меч из Его уст. И Он идет на брань, на битву. И у Него есть щит. И на этом щите написано, Слово Божье. Обычно на щитах располагались гербы, на щитах располагались символы, которые объясняют, кто ты, кто ты такой. У Иисуса на щите Слово Божье. Слово. Посмотрим на некоторые тексты, которые подтверждают то, что я сказал. Евангелист Иоанн начинает свое Евангелие язычникам, грекам, которые за сотни лет до того, как прозвучали эти слова, очень внимательно изучали логос. Логос — это слово. Они понимали, что логос — это начало всего. Греки верили, не зная иудейской веры, они верили, они пришли к этому в своих философствованиях, размышлениях, что все началось со слова, с логоса. Логос — это начало всего. Они верили в это, и они учили этому. Они пропагандировали эту идею, эту философскую концепцию. Иоанн пишет и думает, как же начать к ним Евангелие, чтобы привлечь их внимание? Потому что я должен им рассказать об Иисусе Христе. С чего бы начать? И вот с чего начинает Иоанн. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. И Слово стало плотью. Это он говорит о рождении Иисуса Христа, о воплощении Иисуса Христа. И это Слово обитало с нами. Оно жило с нами. Полное благодати и истины. И мы видели славу Его. Славу, как единородного от Отца. Автор послания евреям записывает такие слова в самом начале своего послания. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни, эти дни, в которые мы живем, говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил. Иисус говорит о себе такие слова. Обратите внимание, Бог говорил в Иисусе, Он говорил через Иисуса. Иисус стал Его проводником, Он стал Его динамиком, рупором, спикерфоном. Он стал Его, можно сказать, средством коммуникации. То есть Бог замолчал, перестал говорить с неба словами и начал говорить через Своего Сына. И вот что говорится. Иисус говорит, «Отвергающий Меня, кто Меня отталкивает, кто Меня не хочет слушать, и не принимающий Слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить Его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя. Но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю? Говорю, как сказал Мне Отец. Иисус Христос – это воплотившаяся, материализовавшаяся мысль Господня. Смотрим на Иисуса, видим Небесного Отца. Слушаем Иисуса, слышим Небесного Отца. Вау! Ты запутался в жизни? Ты хочешь знать точно, чему учит Бог о твоей ситуации? Открываешь Евангелие от Матфея или от Луки, или от Марка, или от Яна, читаешь, и это с тобой говорит сам Бог. Иисус же возгласив сказал, верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, или слушающий Меня не Меня слушает, но пославшего Меня. И видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий Меня, не оставался во тьме. Вот для чего Бог разговаривает с нами через Иисуса Христа. Вот для чего Бог послал Иисуса Христа. Послушайте, вслушайтесь, чтобы мы не оставались в темноте, ни в одной сфере нашей жизни. Проанализируйте, сколько раз за последнее время вы сказали слово «не знаю» внутри себя, или вслух, или в разговоре с кем-то, или «не понимаю», или «я запутался», или «тупик». Вот Бог посылает Иисуса Христа для того, чтобы не было никакой тьмы в нашей жизни, никакого тупика. Еще один очень важный момент, связанный с Иисусом Христом как с Словом. С какой целью, согласно вот этому тексту, который мы сейчас с вами прочитаем, Иисус пришел в этот мир как Слово? С какой целью? С какой целью Бог заговорил с нами через Иисуса Христа? «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий, доверяющий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, с какой целью, согласно этому тексту, Иисус пришел в этот мир как Слово? Первое, чтобы человек имел жизнь, которая никогда, никогда не закончится, и это жизнь в Боге. Важно понимать, что жизнь вечная, это жизнь, связанная с вечным присутствием с Богом, вечная жизнь с Богом. А есть вечная смерть. Человек сотворен вечным существом. Ты будешь существовать всегда, но либо с источником жизни, с Богом, и это жизнь вечная, либо без Бога, в отделении от Бога, и это смерть вечная. Самое ужасное, что будет переживать человек после смерти, и когда начнется его жизнь без Бога, вечная смерть, это оставленность. Похоже, что даже физические муки, от которых будет плащ и скрежет зубов, скрежетание зубами, не могут сравниться с чувством оставленности, когда Бог тебя оставляет. И кто-то может сказать, ха, ничего тут такого нет, я без Бога живу. Это ты живешь без Бога. Но Бог тебя не оставил пока. Бог в твоей жизни присутствует как создатель, как творец, как тот, кто любит тебя, и он тебя еще не оставил. Но положено человеку однажды умереть, и потом суд, и вот тогда начнется оставленность вечная, мучительная, и это невозможно изменить. и так, чтобы человек имел жизнь вечную. Второе, чтобы человек не попал на суд. Представляете, обойти суд, обойти осуждение. Кто бы не мечтал не предстать перед Богом с осуждением от Бога, это невероятно. Если бы вам предложили тысячу подарков на день рождения, и один из них ты не попадешь на суд, где Бог будет судить тебя за твои грехи, я уверен, что вы выбрали бы этот подарок. Ни квартиру, ни машину, ничего другого. Мы выбрали бы именно это, потому что это боль нашей души. Мы боимся попасть на суд. С самого детства боимся. И вот Иисус пришел для того, чтобы мы не попали на суд. И третье, чтобы человек перешел из смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое, слова мои и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелист Иоанн говорит, много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же, то, что я написал в книге Иоанна, Иоанн говорит, это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь вечную. Хочется отметить в оставшееся время, что в жизни церкви был особенный период. Это церковь, которую основал Иисус Христос, это все верующие спасенные по всей земле, и христиане распространились, от апостолов появилось очень много верующих, много церквей, и начались самые разные разногласия и самые разные разномнения. Правильно верить, неправильно верить, правильная практика, неправильная практика, и христиане начали ссориться, начались конфликты, вражда. Одни учили этому, другие учили этому, одни читали послание Павла, другие читали послание Иакова, третьи читали послание Матфея, апостольские, неапостольские. Я не могу точно утверждать, но вот я представляю, смотрит Господь, как ссорятся Его дети, как они конфликтуют. И наверняка сердце отцовское болело. Я однажды уходил из дома, дети оставались сами, без нас, и я в общем рассказал, что они должны сделать по дому. Собираясь уходить, они там уже что-то бурно между собой обсуждали, кто будет делать это, кто будет делать то, нет, я буду это, но папа же сказал это, я уже слышу, очень быстро, мы еще из дома не ушли, они уже неправильно толкуют, то, что я сказал, и я понял, если я их люблю, то я должен не полениться и сделать сейчас определенную работу. Я так не хочу это делать, но это надо сделать. Как вы думаете, что я сделал? Еще раз им все объяснил? Нет. Я взял лист бумаги, взял маркер и начал писать. Лиза сделать это, это и это. Герман сделать это, это и это. Марта Тереза. Я с ними прочитал, они все поняли, мы собирались еще где-то минут 10-15, никто уже ни о чем не разговаривал. Всем все понятно. Что же это за особенный период в жизни христианской церкви? Бог подарил церкви и всему миру подарок, но, думаю, в первую очередь своей церкви. Он подарил записанное слово, он подарил Библию. Апостолами писали послания, некоторые люди не из числа апостолов написали послания, разные другие люди еще написали свои работы, Иоанн написал книгу Откровения, которая пророческая книга, рассказывает о будущем, она находится в Библии, и потом Бог из 5-10 тысяч этих всех рукописей извлекает 66 книг и делает это через собрание людей, которые совещаются, исследуют, и они понимают, какие Бог выбрал книги. И из этих книг создается Библия, каноническая, 66 книг Библии, руководствуясь которой, веря в которую, в ее богодохновенность, в ее данность от Бога, верят все христиане мира, и католики, и православные, и протестанты. Давайте так скажем, и протестанты, и католики, и православные. Они все, они все считаются с тем, что Бог собрал эту книгу. Это невероятный подарок. Я не скажу от имени Бога, но я воспринимаю это так. Дети, перестаньте ссориться. Возьмите записанное слово, читайте его, и руководствуйтесь им, и не придумывайте ничего другого, не додумывайте, не передергивайте, не интерпретируйте, не манипулируйте. Перестаньте ссориться. О Слове Божьем написано так, и при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, мы его имеем, и оно верное, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Ибо никогда пророческое слово не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые божьи люди, будучи движимы Духом Святым. И тут же предупреждение, были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые уведут пагубные ереси лжеучения, отвергая искупившего их Господа. Навлекут сами на себя скорбь, погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. Но не все будут держаться того, что Бог подарил миру. Он подарил книгу. Небольшой итог. Бог существо разумное. и общается посредством четких сформулированных слов. Либо сказанных, либо записанных, либо переведенных сурдопереводчиком. Вы представляете, какая у Ирины миссия? слово, которое говорится, переводить его, потому что люди не слышат. И записанное слово это как сурдопереводчик. Он делает возможным понимать, что говорит Бог. Как это практически должно влиять на нашу жизнь? Давайте немного о нас. Если ты хочешь познавать Бога, задайся вопросом, хочешь ли ты познавать Бога? Хочешь ли ты его узнавать? Хочешь ли ты знать его волю по отношению к себе или его волю к обстоятельствам, в которых ты находишься? Тогда тебе нужно читать и слушать его слово. Другого пути нет. Я скажу так, можно познавать Бога через засматривание творения. Так сам Бог учит. Смотришь на природу и узнаешь о величии, о уникальности Бога. То есть по картине можно судить о художнике. Но точно понимать Бога можно только из того, что он сказал. Второе в практической жизни. Если ты хочешь иметь спасение, тебе нужно читать и слушать его слово. Спасение от чего? Спасение от тьмы, спасение от потерянности, спасение от запутанности, спасение от смерти, спасение от рабства греха, от рабства дьявола. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина это информация. спастись спастись неточностей, слово исправляет, спастись от глупости, слово вразумляет, спастись от неправедного образа жизни, слово ведет к очищению от греховных привычек, от греховной практики. Спастись от незнания, что будет дальше, что ждет нас в будущем. Книга Откровения, это же невероятный дар. Все, что написано в Откровении, все исполнится в точности. Вот читайте, все исполнится. Много чего непонятно, ну, понятно, что непонятно. Оно же еще не исполнилось, но оно исполнится в точности. Как все то, что было непонятно людям в древности, они слышали о наших временах, и мы это понимаем, а они это не понимали, но это исполнится. Итак, если ты хочешь познавать Бога, тебе нужно читать и слушать Его Слово, Слово Божье. Если ты хочешь иметь спасение, тебе нужно читать и слушать Его Слово. Слово это самый эффективный и незаменимый инструмент средства коммуникации с Богом и людьми. самые эффективные, незаменимые средства коммуникации с Богом и людьми. Слово. Мы сейчас не о Боге, мы сейчас о словах, которые я сейчас вам говорю, которые Ирина сейчас говорит, которые большинство из нас не понимают, но понимают те, кто знает этот язык. Ольга сейчас переводит для тех, кто знает английский язык. Мы сейчас о словах. Что еще сегодня важно понимать и помнить? человек ты создан, сотворен по образу и подобию Бога. Мы как Бог устроены. Он нас устроил, как Он устроен. А значит, что ты создан для общения, для общения с Богом и другими людьми. Не трать свою жизнь напрасно. Каждый раз, когда ты разговариваешь, ты не тратишь свою жизнь напрасно. Каждый раз, когда ты кого-то слушаешь, ты не тратишь свою жизнь напрасно. Да, есть напрасные слова, есть напрасные речи, есть напрасные разговоры, они пустые, но все равно ты выполняешь свое предназначение. Ты не сотворен для того, чтобы молчать. Ты не сотворен для того, чтобы не слушать. Не бойся на это тратить время. Мы пренебрегаем этим инструментом, инструментом слов. Мы прибегаем и предпочитаем какие-то другие инструменты. Например, мысли, поступки или дела, творчество, запутанные речи, вроде как говорим что-то, но это невозможно понять и правильно истолковать. Но хотел бы пару слов. Мысли. Я уже говорил, как нам хотелось бы, чтобы люди могли читать наши мысли. Мы пренебрегаем тем, чтобы то, о чем думаем, сформулировать другому человеку и сказать. Мы больше думаем, чем говорим. И если вы такой, как я, то 98% вы думаете и 2% говорите. Это ужас. Это кошмар. Я иногда думаю, как можно с таким человеком жить? Как с таким человеком можно служить? Как можно быть ребенком такого отца? Как можно с таким человеком вообще что-то делать? Я реально говорю, я 98% думаю и 2% говорю. И люди, которые рядом со мной из-за этого страдают. поступки или дела. Я занимаюсь семейной практикой, подготовкой к браку, решением семейных конфликтов, заботой о семьях. И вот распространенный случай. Жена говорит, меня не любит муж. Я его спрашиваю, ты любишь ее? Конечно, люблю. Я спрашиваю, в чем претензия? Ну, он меня не любит. Почему? Он не говорит мне о том, что он меня любит. Он говорит, я же на тебе женился. Как еще доказать тебе, что я люблю? Как еще продемонстрировать, что я тебя люблю? Говорит, я хочу, чтобы ты мне говорил, что ты меня любишь. Да это вообще не идет ни в какие сравнения. Я же на тебе женился. Я же забочусь о тебе. Я же все в дом, все в семью. У меня же нет другой женщины. А она говорит, ну, ты можешь еще и говорить со мной о своих чувствах ко мне? Как это разрушительно, когда мы чувствуем намного больше, чем говорим? Или творчество. Человек рисует картину, приносит ее к друзьям, и они такие, неплохо. О чем? Как о чем? И он уязвляется, меня не поняли, я пытался так все красиво представить, и тому подобное. Запутанные речи, это вообще беда. Это беда. Просто наша, это наша трагедия. Мы в определенном моменте понимаем, все, надо разговаривать, но мы разговариваем так, не договорив до конца. Или так с середины. Или так с конца. Или так волнуясь. Или так не имея опыта. Я иногда пытаюсь на какие-то темы говорить, и я понимаю, у меня атрофированные интеллектуально-физические навыки говорить на эту тему. У меня есть один очень хороший знакомый, не буду называть его имя, даже намекать, он очень много думает о политике, он специалист в политике, он там варится, я знаю, он разбирается, я иногда спрашиваю его совета, скажи. Он, бедняга, два слова связать не может. Он что-то скажет, 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 боже, что же я с ним советуюсь, что же я с ним, он же вообще, у него атрофировано это. Он не умеет разваять, а если говорит, то очень говорит запутанно и непонятно. Я такой человек, я иногда могу сказать, очень, очень, кто меня знает, кто со мной дружит, кто со мной в служении или в семье, я могу сказать, и люди реально неправильно меня поняли. Реально, они неправильно меня поняли и что нужно делать неправильно поняли. И я понимаю, что это очень большое влияние, хорошее или отрицательное. А при этом всем, Бог и люди ожидают от нас четких слов, сказанных или записанных, четкие формулировки и определения, которые отражали бы максимально точно, что мы думаем, что мы чувствуем, чего хотим, что ожидаем, и в достаточных объемах слышать от нас четкости. Но как лень и как страшно много говорить, четко формулировать и все это доносить. А еще как нас обламывают, как не хотят слушать, а потом возмущаются. Я видел людей, которые пытались начинать говорить. И атмосфера, которая была вокруг них, она убийственная. Человека просто обламывали, он просто обламывался. Это обоюдная ответственность, уметь говорить и уметь слушать. В противном случае, если ты не научишься говорить, если ты не будешь уподобляться Богу в том, как говорить, сколько говорить, в противном случае тебя не понимают вообще, тебя не понимают точно, додумывают, неправильно интерпретируют сказанное тобой, ты вводишь людей в заблуждение, ты себя дискредитируешь, портишь свою репутацию как надежного человека, ты не можешь достичь целей, которые перед тобой стоят. Ты сердишься, раздражаешься от того, что не происходит так, как ты хочешь, как ты говорил, как ты ожидаешь. Ты начинаешь огорчаться, разочаровываться, осуждать, отстраняться, воевать, мстить, обижаться и тому подобное. Близкие люди становятся далекими, и ненавистными. Ты не в состоянии строить отношения с Богом, с друзьями, с родственниками, с братьями и сестрами, с девушкой не в состоянии строить отношения, с парнем не в состоянии строить отношения, с женой, мужем, с детьми, с внуками, с работодателем, с сотрудниками, с соседями, с самыми разными людьми, просто не в состоянии. Не в состоянии выполнить свое предназначение, потому что пренебрегаешь словом. Ты не можешь влиять ни наставлением, и самое ужасное, ты не можешь влиять Евангелием, информацией, которая ведет людей к спасению от вечного отчуждения, от вечного страдания. Ты слабое звено. Слабое звено в живой цепи взаимоотношений Бога и людей. Ты не выполняешь свое предназначение говорить, слушать, говорить. И все это потому, что ты пренебрегаешь качеством общения через слово, именно качеством общения. Либо сказанным словом, либо написанным словом. Я хотел бы предложить некоторое решение, надеюсь, кому-то что-то придется по душе. Это мое решение, это решение для моей жизни. И пусть мои близкие люди, моя семья, мое окружение выступят судьями, насколько я буду с этим справляться. Решено. Я хочу быть одним из лучших представителей Бога на земле в сфере коммуникации и общения. Решено. Я посвящаю себя тому, чтобы трудиться и достигать максимального совершенства в том, чтобы формулировать свои мысли, воплощать воплощать мои мысли и формулировки в слова. Мои слова должны быть четкие и ясные. Посвящаю себя оттачивать мастерство высказываний, спрашивать у моих слушателей, насколько ясно я высказываюсь, смиренно принимать критику моих слушателей, молиться Богу, прося благословить меня в моем росте. В случае успеха за все благодарить Бога и людей и прославлять только Бога. И да поможет мне в этом Бог. Присоединяйтесь и будем исполнять наше предназначение. И будем помнить, что мы звено важное и мы не зря родились в этот мир. И наш внутренний мир, он не зря существует. И наши мысли, они даны для того, чтобы воплощаться, а не только для того, чтобы существовать. Если бы Бог был таким, как ты, что бы произошло в истории человечества. Но Бог не человек. И не ему нам уподобляться, а нам уподобляться нашему Создателю. Давайте помолимся. Господь, я благодарен Тебе за то, что сегодня рядом со мной Ирина и то, что она выполняет свое предназначение в этой жизни. И она делает понятным непонятное для тех, кто не слышит. если бы не Ира, наши зрители сегодняшние ничего бы не поняли из того, что читалось из слова или что говорилось мной. Благослови нас, Господь, быть похожими на Тебя и быть похожими на Иру, трудиться, тяжело работать, усердно трудиться над тем, чтобы наши мысли были понятны другим людям. Благослови нашу молитвенную жизнь, чтобы мы не только думали о Тебе, чтобы мы не только думали и знали, что Ты читаешь мысли, Ты ожидаешь от нас слов, Ты ожидаешь от нас молитв, облеченные в слова мысли, переживания, чувства, желания, стремления. Пожалуйста, благослови нас, Господь, в общении с Тобой и благослови нас, Господь, в общении с другими людьми волосы нас вырасти в качестве общения чтобы мы приносили радость чтобы мы приносили гармонию чтобы мы не были слабым звеном в цепочке общения бога и людей молимся об этом всем только для твоей славы наш бог отец сын и святой дух аминь аминь